Ржавые заборы, мусор, обломки веток. Детская площадка на Красноармейской способна не привлечь, а скорее отпугнуть детей. Жители соседних домов привыкли сетовать на мрачную картину во дворе, но выйти на субботник и привести в порядок место, где смогут играть их дети, сами не спешат. Участники акции «Чистый двор» решили на своем примере показать людям, что нужно проявлять больше инициативы и чувствовать себя хозяином в собственном дворе. Абсолютно не сложно, с огромным удовольствием. И уже не в первый раз, это уже стало доброй традицией, когда мы выходим в выходной день с молодежью, со взрослыми людьми, с жильцами ближайших домов. Вместе наводим порядок на придуманных территориях, как вы сегодня видите. Взяли кисточки с утра вместо зарядки. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи – на воду, огонь и на то, как работают другие. Но, к счастью, так бывает не всегда. Вот и на этот раз свою помощь предлагали участникам субботника даже обычные прохожие. А вот это очень красиво, очень хорошо. Замечательно, молодцы. Дадите, я что-то покажу. Больше я просто ничего не умею. По словам организаторов акции, люди, особенно дети, часто присоединяются к уборке. Подобные субботники проходят с начала августа каждую субботу во всех районах города. Уже приведены в порядок сквер на Гагарина, площадки Новоровского, Ульянова и Глазунова, лесной массив и улица Павлова в Лазаревском, двор в селе Волковка и ряд других мест города. Она площадка не совсем в хорошем состоянии. Мы хотим, чтобы детям было приятно. Вот плюс жильцам, когда они выходили на двор к себе, смотрели, что вот, молодежь пришла и помогла. Такие уборки будут проводиться каждую субботу. Их цель, по словам организаторов проекта, не просто чистота и порядок в сочинских дворах, а воспитание любви горожан к родному городу.